Нечеловеческие условия. В нашу редакцию за помощью обратились жители улицы 1-я Майкоповская. Люди вынуждены жить в старом ветхом бараке, который может разрушиться со дня на день. А ведь почти 10 лет назад амичи должны были получить новое жилье, но, как говорится, не сложилось. Тема продолжит Елена Зубарева. Мы здесь чуть не убили, но мы думали, как тут произошло обрушение. Ах, у нас тут, и покорились в такие квартиры. В доме амички Ольги Якимцевой недавно едва не случилась трагедия. Рухнувший потолок чудом не задел спящего малыша. Квартира, в которой живет семья из шести человек, находится в старом бараке. Дом разрушается, по стенам уже пошли трещины, кровля протекает. Этот барак признан ветхим. В 2008 году людей начали расселять отсюда. Однако до конца дела не довели. Одни успели получить новое жилье, другим повезло меньше. Из четырех квартирного барака две семьи переселили в благоустроенное жилье. А две не успели, потому что закрылись банки и не проплатили за эти квартиры. И мы остались. Вот мы с 2008 года до 2017 живем в таких условиях. Надоело. Нам уже это все надоело. Я боюсь за детей. Я не за себя боюсь. Я говорю, меня-то если завалит, как говорится, этим потолком, ничего страшного. А вот детей мне жалко. Тут внуки маленькие, грудные. Управляющая компания два года назад отказалась обслуживать этот дом. Новое не найдено до сих пор. Желающих взваливать на себя такой проблемный объект нет. Жильцы двух нерасселенных квартир неоднократно обращались в мэрию с вопросом, когда же они получат новое жилье. В ответ люди слышат одну и ту же фразу. Ждите. Администрация на наши просьбы не реагирует. Только отписываются письмами. И все, больше ничего. Никто не приезжает. Никто не смотрит, в каких мы живем условиях. Мы никому не нужны. Я уже вот такую пачку накопила этих письм. Отписки одни. Все. Мы уже сколько ждем, у нас ничего не получается. Кроме того, прямо перед старым бараком образовалась стихийная свалка. Здесь вырастают горы мусора, которые вывозят, в лучшем случае, раз в год, говорят местные жители. Как быть дальше, люди не знают. За помощью омичи обратились к представителям КПРФ. Мир вступает в эпоху четвертой промышленной революции, говорят о цифровой экономике. А в городе Омске происходит вот такое. То есть откровенный бардак, откровенная разруха, погром, до которого дошло благодаря усилиям партии «Единая Россия». Этой партии надо отказать доверие. Посмотрите, вот эта свалка, например. Ну, это полная антисанитария. То есть куда смотрит администрация? Они пиарятся там, вот те дороги строят в 500 метрах отсюда. Значит, шестая станционная. Ну, люди-то не на дороге живут. По словам представителей КПРФ, добиться переселения местные жители могут. Однако для этого необходимы активные действия. Людям надо устраивать пикеты и обращаться в прокуратуру. Только так они смогут чего-то добиться от представителей действующей власти. Договориться по-хорошему точно не получится.